всех приветствую на своем канале так но не последний был вопрос у меня в комментариях на видео по резине спрашивали как чего почему смотрю потекла муфта ну и расскажу так как у меня несколько тракторов и по низко нескольким расскажу последнее видео было ставлю груза поставил не больше так что был хороший вариант покупки я купил и поставил лучше всего поставить как бы несколько комплектов на один можно знаете да что снутри диска ставить что снаружи их несколько ставится ну ладно это все лирика не о том и как бы вернемся на шри 7 это бел шина брал я ее бы уж на бы уж на убрал по 5000 она абсолютно была года два назад на рано я и убрал новое года нету и вот так вот она стерта почему она вот так стерта потому что это был какой-то мобжек городское какая-то служба на водоканал или этот которые просто ее стер на асфальте буквально за год и и скинули поменяли и видать кто-то заработал на этом 5000 для меня это было нормально я взял и как бы поставил потому что у меня был совсем плачевно резина на нем мы наверное год на нет ездили и как бы печальная была резина ну сейчас более-менее по зима покажет будет возможность или не будет купим новую или что-то еще но в общем увидите на канале сейчас так как он у нас с отвалом зимой будет мы купим цепи и поставим до цепи пытались мы делать то что в магазине цепи покупали делали на зиму цепи то есть именно как бы лесенку вот эту вот то есть как их назвать браслеты как заводские то есть ставили все те что в метизах брали цепи они какие-то силуминовый сплав то есть они очень быстро стираются и не не эффективны течь который я брал в магазине по интернету заказывал присылали они заводские черного металла они ходят хорошо и звено там намного крупнее и это звено по размеру не особо выгодно покупать в магазине так что буду смотреть вам напишу или будем ставить покажу почем брал где брал браслеты и как они эффективны нефиг и ну конечно они эффективны потому что у нас есть другой трактор коновский который всю зиму ездит с браслетами и намного эффективнее чем просто лизать лед этот резину просто рвать на каких-то колдобинах то есть он начинает буксовать в этом снегу где-то что-то попадается начинает рвать ладно перейдем к резине пойдем на другой трактор расскажу так ну вот наш второй трактор вот такая беда приключилась придется на разбортировать ставить и заваривать за на ладно не не об этом видео но это значит эту резину я ставил два года назад на канале есть видео с этой резиной я покупал ее дорого 2 2000 там есть по 2018 с учетом того что обычная волтере стоило 14 тогда с доставкой мне колесо обошлось 20000 трактор работает много всю зиму он ездит также с захватами летом он отхереначал где-то около 2000 рулонов это не первый сезон то есть уже два трети на 1 сезон это резина и вот так она выглядит резина практически новая но вот эти вот бугорки это характерно радиальном или какому-то на другому корту то есть и вот она так видно что она как буграми идет потому что по моему на простой идут так вот корс а здесь он как бы вот так вот еще корт идет насколько я понимаю как бы кто знает поправит вот она весь протектор сейчас той стороны покажу и вот я нисколько не пожалел и всем советую вот эту вот резину как бы берите это уже нас 3 на 1 сезон но я не знаю не помню по видео есть там когда я чё ставил она называется храма на видно поищите тоже есть я там перебортировал показывал ее как чего вот сейчас показываю результат сколько она отходила чё она так что вот этот второй трактор с этой резиной сейчас покажу 3 так вот этот куновский у нас с куном он вот эта резина отходила пять лет наверно у меня это самая дешевая была волтере я покупал в магазине и вот так вот он сейчас выглядит этот протектор нот попрелости чуть-чуть вот там не знаю на камеру будет видно или нет вот сейчас покажу волтере 2 а д а так она называется честно говорю что я бы не сказал что это херовая резина или как бы она много угля отрезкается них вот пять лет результат смотрите то есть да вот на нем у нас тоже груза но это под кун как бы стертость есть протектора как бы это но это пять лет а тут 23 сезона и куновский у нас работает всегда и и зимой и летом и он постоянно на вывозке вот эти полторы-две тысячи рулонов он постоянно вывозит и грузит и разгружает и загружает то есть он постоянно в работе и вот такое вот состояние какому выводу я пришел что скорее всего что я зря взял ту резину бушную надо было мне все-таки взять новую и на том бы тракторе на сейчас бы стояла новая и не заморачивались в ну как то вот так что есть то есть весной будем думать ну посмотрим как он зиму отработает этот капот ты лишь нашли поста поставь наверное капот на этот на тот тутаевский под до